Основная первая тема первого из восьми уроков Природа психовегитативных симптомов и как с ними справиться раз навсегда Значит, мы здесь будем сейчас говорить про доминанта Ухтамского прежде всего Это физиология Значит, смотрите Всё очень просто Сейчас практически весь базовый курс будет в одном флаконе Запомните одну историю Что в вашем головном мозге есть определенные зоны Которые запоминают те обстоятельства без вашего усилия В которых выбрасывался адреналин Плюсик ставим, кто это понял То есть, ваше сознание, например, может думать про банку Кока-Колы Но ваш мозг Он анализирует очень большое количество информации Что в этот момент играет, какая музыка Какие ощущения от одежды Какая температура тела Где вы? Но вы думаете про Кока-Колу Так вот Очень важно понимать Что когда выбрасывается адреналин Мозг запоминает обстоятельства очень широко А не только вот так То есть, мозг запоминает не просто метро Не просто дом Не просто улицу Он запоминает огромное количество факторов Все это поняли Вы на эти факторы внимания не обращали Именно поэтому многим из вас кажется Что панические атаки возникают спонтанно Если вы вышли на улицу Но это неправда Потому что если у вас возникла паническая атака Например, в супермаркете И вы не придали этому значения Или подумали там как-то об этом Мозг запомнил, что адреналин выбросился При определенных условиях Например, вокруг вас тогда лежала манго И пахло, я не знаю, свежевыпеченным хлебом Вы приходите в магазин через несколько дней И там пахнет свежевыпеченным хлебом И вы начинаете чувствовать какую-то тревогу Что-то пошло куда-то Поехало, помчалось, посжималось Вы не понимаете, что с вами Опять Мозг помнил запах хлеба Что там был когда-то испуг Он понимает адреналин как угрозу жизни Он запах хлеба ассоциирует по нейрофизиологическим связям Как угрозу И он тебе сигналит Внимание, когда чуть не настал пиздец Пахло хлебом И это вы испытываете Так формируются эти нейрофизиологические принципы И это касается погоды Это касается температуры Это касается того, что вокруг вас То, что вы выпили Вы тогда пили Кока-Колу Он это запомнит И вам не вдомек, что Кока-Кола не создает панические атаки Но ваш интеллекта не хватает, чтобы это понять Ваш мозг говорит Когда тебе угрожала жизнь Жизнью была угроза Ты пил Кока-Колу Пахло хлебом Было пасмурно И ты был один И был это дом И стоит тебе глотнуть Кока-Колу Или оказаться дома Или будет пасмурно МОКС начнет сигнализировать Внимание Когда-то в этих обстоятельствах Чуть тебе не пришел пиздец Это и есть то самое, с чего начинается Уже потом Вторые, третьи, четвертые состояния Первичные начинают совсем просто И вы не можете объяснить себе Что с вами происходит И вы говорите Что со мной? И у вас возникает запрос в головной мозг Что со мной? И я уже говорил, что там есть пять типичных вариантов Инсульт Инфаркт Шизофрения Значит, потеря контроля И социальное осуждение Для каждого по-своему что-то страшное Есть люди, которые не боятся смерти Для них социальное осуждение хуже смерти И они как раз таки То есть первое Иван Заканчивайте с вашими вопросами Я даже читать не собираюсь Но вы не очень адекватно понимаете Что я вас просил пять раз этого не делать Я вот сбился сейчас опять Но вы, поскольку вы достаточно товарищ примитивный Как и все мы Вы меня не услышали Соответственно Очень важно понимать Блять Очень важно понимать Что надо Понять природу паники Природа панических атак вовсе не в поломке Природа панических атак в двух моментах Пишем Первое Базовое напряжение Которое вы накопили Первый раз как-то проявилось Вы его неправильно синтерпретировали Интерпретировали его как угроза жизни И что-то, внимание, пишем Сделали, чтобы спастись Вот то, в каких обстоятельствах это случилось И то, что вы сделали И будет запоминаться вашей амигдалой Зона мозга Еще раз В каких обстоятельствах это случилось И что вы сделали Это станет рефлексорной дугой Стимул подкрепления Это очень важно понимать Потому что когда последующие события Будут разворачиваться Где у вас по принципу Рефлексорной дуги возникнет напряжение Вы опять не сможете себе это объяснить Опять испугаетесь Опять что-то сделаете То, что вы сделаете, подчеркните красным Вы убежите Выпейте таблетку Позвоните родственникам Развернетесь Все, что вы сделаете Надо выписать Потому что вам принципиально Этого делать будет нельзя Второе Вам надо выписать то Как вы синтерпретировали Это состояние То есть Если вы вегетатику В широком смысле этого слова Или какие-то мысли Пришедшие вам в голову Синтерпретировали как угроза Опасность Вероятность И что-то сделали Для профилактики этого Вы замыкаете Рефлексорную просто дугу Стимул Улица Тревога Убежала домой Или приняла таблетку Вызвала скорую Стимул Торговый центр Тревога Как ты себя вела Ваша задача Сформировать Вытесняющий стимул Или новую переключающую доминанту Пишем Как это сделать Проще говоря Чтобы разорвать рефлекс Вам необходимо Выписать все стимулы В которых у вас возникала тревога Пахло хлебом А улица Удаленное пространство Пробки Мосты Тоннели Мысли про ножи Мысли про суициды Мысли про убийство Все это стимулы Если мы сейчас Все посмотрим наверх И представим Что на нашей люстре Намотан кишечник Я не знаю Собаки Это просто фантазия Обычный человек Скажет Ну Представил Ну и че Обычный человек К этому отнесется Спокойно Ну как-то Ну представил Ну и че Невротик ОКРщик Особенно К этому отнесется Как знамению Че это я об этом подумал Странно Это же неправильно Потому что У КРщика Есть даже четкая иерархия О чем думать хорошо И о чем думать плохо Думать об этом Об этом Об этом Это кажись опасно И неправильно А вот об этом Думать нормально Они даже Сука Свои еще мысли Могут транжировать Что нормально Что не очень Это естественно Для них Поэтому пишем Принцип доминанты Ухтомского Первое Это поведенческая терапия Это не когнитивная терапия Если что Первое Выписать все стимулы В которых у вас возникают Привычные вам страхи Или тревога Второе Выписать то Как вы обычно Себе продаете Историю опасности Вы говорите Это опасно Тем-то Или вы говорите Это опасно Потому что Это очень важно Очень важно Понять Чем для вас Это продается Как опасно Что вы такого Для себя говорите Что вы считаете Что это опасно Третий столбик Или Что хотите там Надо выписать То как вы себя ведете Убегаю Пью таблетки Убираю ножи Пытаюсь Отогнять мысли Значит Считаю там Овец Как-то переключаетесь Да И вот у вас Есть нейрофизиология Первый столбик Пишем Называется Стимул Это ситуации Все понимают Плюсик ставим Кто понимает схему Вторая колонка Это реакции Это ваш страх И как вы эти реакции Создали То есть Те Образы Которые вы думаете Это инфаркт Это инсульт Это значит Сумасшествие Это симптом Надо Та-та-там То есть Этот мысли Образ Это и есть Триггер К адреналину И затем Есть третья колонка Это Подкрепление Это то Как вы себя ведете Вот вам Павлов Это важно Чтобы изменить Стимул Реакцию Подкрепления Которое вам не нравится И причиняет вам Изолированную жизнь И постоянное Хождение По одним и тем же Граблям Надо сделать следующее Надо взять Стимул То есть Весь этот список И нужно Пойти В этот список Автоматически У вас случится Эта реакция То есть Вы сто процентов Начнете думать Что кажись Это инфаркт Кажись Это инсульт Поняли Восклицательный знак То есть Случится сначала Рефлексорная дуга Она не может Не случиться Потому что Знания От этого Не избавляют То есть Вы пошли Например В торговый центр Зная даже Это И все равно В этот момент Пришла мысль В голову Сейчас будет Пиздец Сейчас будет Инфаркт У вас Она придет Рефлексорно И это нормально Но в этот момент Вы должны Сделать Смещение Доминанты Пишем Что Является Истинным Смещением Доминанты Смещением Доминанты Является Какое-то Острое Эмоциональное Состояние Подкрепляющее Позитив Это может Быть Юмор Первое Юмор И второе Это может Быть Обесценивание И третье Это может быть Принцип Провокации Вот Три Аспекта Которые Могут Сместить Доминанту Поясню Стимул Торговый Центр Первичная Реакция Страх А вдруг Здесь Я умру Вам Надо Переключить Доминанту Юмор Напоминаю Провокация Или Обесценивание То есть Вы В этот Момент Должны Парадоксально Засмеяться Пойти Наоборот Давай еще Сильнее Помните Все 33 Из базового Курса У кого нет Базовый Курс Скачайте Давай еще Сильнее Куда падать Куда ссать Да Давай Все Погнали Вы Должны В этот Момент Начать Вести Себя Нетипично Для рефлекса Вы Должны Наоборот Начать Хлопать В ладоши Наконец То Ура Вот Оно Тогда И Пишем Третье И Третье Вы должны Не Сделать То Что У вас Было Обычно В списке Если У вас В списке Было Убежало Съело Таблетку Позвонило Вы Вы Должны Как Коза Просто Сказать Хер Тебе Блядь Никуда Я Ничего Не Буду Делать И Вот Если Вы Возьмете Стимул Старая Реакция Ха Ха Хи Хи Давай Бля На 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 И Наоборот Никуда Не Пойдете Два Три Повторения Этот Рефлекс Угасает Все Это Поняли Это Касается Принципы Навязчивых Мыслей Это Касается Адреналиновой Привычки Я Не Буду Здесь Долго Останавливаться Смотрите Базовый Курс И Последнее Пишем Кому Это Надо Ошибка Которую Многие Делают Они Терпят То есть Они Выписывают Стимулы Они Выписывают Реакции Они Выписывают Подкрепляющее Поведение Приходят Например В торговый Центр У них Автоматический Рефлекс Срабатывает Страх И Что Они С Толя Еще Сильней Давай Еще Сильней Блядь Давай Еще Сильней Сейчас Отпустит Подожди Сейчас Отпустит Отпустит Мне Не Умру Меня Отпустит Блядь Когда 时 Меня Отпустит Х Красников Може Сука Мудак Може Шарлатан Да Ой Ой Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, сколько ещё сидеть надо, сука, здесь, блядь, ещё 15 минут сказал ходить, вот мудак-то, блядь, о-о-о-о, вы чё, ебанулись, вы где такую терапию видели, вы где видели, блядь, такую терапию, вы, это что такое вообще, Я повторяю, так делать не надо, вы приходите в стимул, испытываете автоматические реакции, а вдруг это инфаркт, а вдруг это инсульт, говорите, хуй тебе инсульт, блядь, давай прямо здесь и сейчас, и начинаешь гармонь, развернул гармонь и играешь, давай, сейчас мы, ты начинаешь себя веселить, Ты начинаешь, если хочешь, у меня очень хорошо от аэрофобии, одна пара избавилась, они начинали трахаться в самолёте, гениальный вытесняющий стимул, куда-то сразу пропали паники на борту Вы должны в типичной, привычной для вас стимульной реакции начать совершенно другие чувства испытывать Трахаться, смеяться, веселиться, танцевать И мозг понимает, но, сука, если он танцует, это ж явно не смерть Вот что такое доминанта Ухтамского, все это поняли? Там, где вас казалось, что это опасный смерть, но мозг поймёт, что если он, сука, танцует и ебётся, это явно не инфаркт Вот и всё Это касается ножей Мозг поймёт, если эти были бы вещи опасны, что он с этими ножами мастурбирует? Возьми нож с большой рукояткой и начни, кончи ты от этого ножа Ну и не мужикам в жопу, конечно, девушку, ну возьми нож, помастурбируй И, может быть, ты кончишь, тогда ты никогда больше ножей бояться не будешь Потому что ты не можешь бояться по рефлексорной дуге то, от чего ты кончила Понятна метафора? Вы должны в стимульных реакциях мозга Либо кончить, либо ржать, либо прикалываться Подкрепив это новой формы поведения То есть, если раньше ты ножи прятала, то сегодня ты от них кончаешь Если раньше в торговом центре ты боялась и зажималась и убегала То сегодня ты с габаяном там Говоришь, ох, как у меня рефлексы какие Ух, привыкла как Давай, блядь Зина Всё Это надо понимать Вот эти ребята справиться могут с вашей привычкой Как у вас это, блядь, в социальных сетях Я стажёрка с десятилетним стажем Алексей, у меня стаж Десять лет Агорафобии Стимулы Старые реакции Новые вытесняющие доминантные эмоциональные паттерны Новое поведение Это всё, что вам нужно знать про неврозы С точки зрения их симптоматического обрастания Все это поняли? И последнее про доминанту Ухтамского Пишем Партнёра бы ещё найти Алёша Ёбаный пиздец, ты на какой планете живёшь? На Меркурии, где ты, сука, один дрочишь по всей планете ходишь? Алёша Алёша, очнись Партнёра бы ещё найти Алёша, ты на планете Земля На ней семь миллиардов людей дрочит Про что ты мне говоришь? Вот, значит Идём дальше Пишем Про ипохондрию Очень важный момент И мы пойдём дальше Как формируется ипохондрия? Ипохондрия, напомню коротко, это синдром Когда, а может это, а может рак, а может это, а может это, а может это И вы ходите по кругу, ищите все заболевания Пишем Ипохондрия, быстренько Это доминанта Ухтомского в исполнении вашего головного мозга То есть, если вы используете принцип доминанта Ухтомского в первом случае сами Вот этим вот, поняли, да? То есть, тебе страшно, а ты дрочишь Тебе страшно, а ты целуешься Кстати, очень прикольный пример У кого есть там панические атаки Если кто-то забрёл, кого-то занесло на сезон с паническими атаками Начни целоваться во время паники Но вот ты увидишь всё Просто Девчонки, если у вашего парня паническая атака Не надо бегать вокруг него Коля, Коля, на кого ты меня покидаешь? Скорая паники У нас панические атаки Коля Коля, я умираю Возьми, начни ему сосать Начни его целовать Отвлеки Колю, вытесняющим новым стимулом Не надо вокруг Коли устраивать поддерживающее поведение Начни прикалываться с Колей Начни ему дрочить Начни делать всё, что хочешь Только чтобы Коля испытал новый вытесняющий стимул Коля к тебе подходит и говорит Марина, вызови скорую, мне плохо А вы ему Коля, выеби мне в жопу Марина, мне плохо Ты что, дура? Я сейчас умру Коля, кончи мне в задницу, я сказал Марина, ты не понимаешь? Вы должны переломить Это называется В нейрофизиологии Эмоциональный перелом Коля ждёт от вас типичного поведения Скоро и опасно А вы говорите Кончи мне в жопу У Коли начинает в голове коротить У него в рефлексе Смерть Не кончи мне в жопу Не равно Вы должны научиться переключать доминанту Все это поняли? Конечно, помогает У нас у всех мозги устроены одинаково Я, конечно, очень пошлые примеры привожу И ни один психолог так не скажет вам Но я немного специфически пизданутый на голову, товарищ И я могу вам сказать правду В отличие от многих других Очень важно, чтобы вы это прочувствовали эмоционально сейчас Почему такие яркие примеры? Не надо сидеть вот так вот со словами Куда я пришла на сезон Всё будет хорошо, не переживайте Просто чтобы объяснить невротиком Вот как меняется доминант ухтомского Они сейчас сижу, сидят и смеются Понимаете? Вот женщина, которая сейчас в шоке Они сейчас ржут Они сейчас в шоке Потому что это и есть смещение доминанты Я прямо сейчас им смещаю доминанту в голове К этим событиям Прямо здесь и прямо сейчас Я ничего просто так не делаю Все мои странности Это очень четкая структура работы с головным мозгом человека А не потому, что я пизданутый И это отдельная тема Найдите мне пизданутых, не пизданутых людей Которые что-то в этом мире могут рассказать вам про правду Вот это очень важно Все поняли, что надо вытеснять И что такое стимул Так вот ипохондрия Когда у вас есть очаг возбуждения в коре Ну, например Смотрите сюда Смотрите сюда, пожалуйста Пожалуйста Это ваша кора Предположим, у тебя проблемы с парнем С самооценкой, с тревогой У тебя кора головного мозга Предположим, в этой зоне Постоянно думает о коле И постоянно думает о какой-то проблеме Она перегревается, условно говоря Конечно, там не греется ничего Формируется очень сильная зона возбуждения Туда начинают притягиваться всевозможные Концентрации внимания Вы только и думаете, как бы вам не подохнуть Вы только и думаете, как бы вам не умереть Что происходит На-на-на-на-на-на Или вы, например, думаете просто про парня Про работу и так далее Мозг понимает, что надо отсюда съебаться Надо как-то отсюда съезжать Например, у вас в доминанте Это проблемы с парнем И вы не можете принять решение Плюсик ставим, кто-то понимает Не принять решение с парнем С родителями С квартирой С переездом У вас внутренние конфликты У вас слишком много эмоций в жизни У вас кора перегрета чем-то Мозг говорит Блин, надо ее переключать Теперь пишем Давайте отложим ручки Пишем, берем ручки Пишем Биологическая доминанта Ухтомского Биологическая доминанта Ухтомского Это страх смерти Потому что страх смерти Как и в колористике Черный забивает все Проще говоря Если у тебя Здесь было возбуждение Хроническое Связанное с матерью С отцом С парнем С работой С самооценкой С комплексами Это грело твою голову Мозг переключить Может только При одном условии Ты должна Испугаться смерти Потому что Смерть Это инстинкт Который идет Из базовых Структур мозга Только так Можно переключить тебя С этой истории На смерть Как самое главное Сохраняющее Инстинктивное поведение Вот почему Все ипохондрики Боятся смерти По разным поводам О которых Они раньше не думали Таблетки Аллергия И прочая Хуйня Они никогда Об этом Раньше не боялись А тут Забоялись Потому что Страх смерти Это единственная Природная Биологическая Доминанта Которая переключает тебя С мужа С детей С беременности С аборта С любовника С того Что ты не хочешь Своего мужа И как быть И ты не хочешь Расстраивать девушку А у тебя Любовница И ты не знаешь Как поступить Ты не понимаешь Кто ты Что ты Тебя это греет 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 И единственное Что может Твой мозг Это сместить Тебя биологично И это Страхи смерти Вот почему Ипохондрия Никогда Не закончится Потому что Это Естественная Биология Естественно Здесь Лечить Невозможно Ничего Это Не лечится Мозг Сам Вылечится При одном Условии Что Вот это Будет Выключено Тогда Это Будет Не нужно И если Ты пришла На сезон И с помощью Сезона И с помощью Сезона Ты сможешь Сделать Вот так То Доминанты У тебя Не будет Вот и все Роберт Я принял Решение Выложить Полностью Занятия Ну вот Ну вот Во всяком Случай Давай До сегодняшнего До этого Момента Ладно Давай Не полностью Давай Вот до этого Момента Точно Вот до этого Момента Все Это понятно Все Роберт Тут точно Железная Пауза Здесь Извини Пожалуйста Но Я хочу Поделиться Этим С людьми Все